Виктор Глушков, автор книги «Спящий агент», автор, который проживает во Франции уже 25 лет. Скажите, пожалуйста, что для вас Русофония? Русофония – это очень замечательная организация, которая существует недавно, насколько я не ошибаюсь, здесь в Париже. Я был участник этого мероприятия. Я очень рад, что оно существует, которое объединяет очень многих писателей и поэтов, которые живут во Франции, русско-французского происхождения. И самое интересное, это то, что там есть литературные переводчики, что не так часто нам приходится видеть, премии, которые они получают. Все это создает такой общий амбьянс, очень хорошее взаимоотношение между Россией и Францией. Это всегда очень приятно, потому что корни взаимосвязи между Россией и Францией, они очень глубокие, они очень уходят далеко в историю. И я очень рад, что это продолжается в нашем 21 веке. Вы считаете, что есть что-то общее между французской и русской культурой? Есть. Я думаю, прежде всего это язык, потому что нельзя забывать о том, что литературный русский язык, он состоит примерно 30% из иностранных слов. Если мы эти 30% возьмем за 100, то половина это немецкого происхождения, половина французского происхождения. Поэтому я говорю про русский литературный язык, потому что раньше русский язык был все-таки немножко такой литургический, церковный, если хотите. И вот эта реформа русского языка, которая в свое время была сделана в России, державиным, если не ошибаюсь, она нам подарила Золотой век, она нам подарила Пушкина, она нам подарила всех известных писателей русских классиков. Поэтому русская классика, литературная русская классика, она не случайно 19 века, а французская 18-я. И вот эта связь этой культуры, когда наши русские классики, они засчитывали с французской классикой, и потом наоборот, тот же самый Прус, например, он обожал Толстого. Вот, и поэтому язык, русский язык, он очень взаимосвязан с французским языком, и эти тесные связи, они абсолютно естественны, на мой взгляд. Не говоря уже об исторических факторах, все нам известных, которые были между Россией и Францией. То есть вы считаете, что французская литература оказала влияние на русскую, и так же наоборот? Да, несомненно, я считаю, что французская литература оказала на русскую, и наоборот, и не только в литературе, но и в живописи тоже. У нас были художники-передвижники наши русские, которые ездили во Францию, есть даже улица, если не ошибаюсь, в Нормандии, в каком-то изгородке, я забыл, как он называется, где есть улица имени русских художников. Забыл, к сожалению, как называется этот городок в Нормандии, поэтому корни, они очень сильные. И не случайно мы любим Францию, Франция любит Россию, но я, как уже считается француз русского происхождения, потому что у меня французские паспорты из последней Горбачевской волны русской эмиграции. То есть сейчас уже не будет эмигрантов, сейчас будут только мигранты. У нас было четыре волны, хотя это может быть вопрос немножко спорный. После 17-го, Вторая мировая волна, диссидентский беременность и наша волна перестроечная. Поэтому все равно влияние Франции на Россию и России на Францию всегда было и будет, потому что мы любим друг друга. И что-то у нас, может быть, генетически есть похожее, скажем так. Скажите, много писателей были увлечены и черпали свое вдохновение из Франции, с улиц Парижа, и многие проживали здесь долгое время. Как вы думаете, что вдохновляло этих авторов и что вдохновляет вас? Но лично мне, я не знаю, как других писателей, но вот эта трагедия Ульяновской перевороты, которая произошла в России, которая позволила большому количеству русских людей, русской элиты уехать сюда, которая обогатила своей культурой и своими знаниями весь Запад, больше миллионов человек уехало, особенно во Францию, несомненно, тоже повлияли на культуру во Франции и в России. И, например, лично для меня Париж — это арматизм, это интеллектуализм, это живопись, это очень многое. Я помню, когда я приехал сюда первый раз, и мне было очень трудно и тяжело, как говорится, как и все эмигранты, то я просто ходил, гулял, смотрел на эту архитектуру, вдохновлялся, вспоминал произведения Виктора Гюго, ходил, и все это очень помогало. Париж, мне кажется, город романтический, а нам всем нужна романтика, нам всем нужно мечтать. Без мечты жить очень трудно, понимаете? Конечно, есть какая-то реальная жизнь, но без мечты очень трудно. Не можем с вами не согласиться. Скажите, какой ваш любимый автор и что бы вы пожелали начинающим писать? Мой самый любимый автор — это все-таки Марсель Пруст, потому что я прочитал почти все его произведения. И где-то больше года я читал все эти тома о поисках утраченного времени, поисках нашедшего времени, и он на меня произвел колоссальное впечатление. Я после этих томов ходил немножко не свой. Марсель Пруст, на мой взгляд, это вот как кино, я очень люблю кино. Читать его произведения — все равно, что смотреть фильм. Ну, естественно, вся русская классика, я люблю всех наших русских писателей. Но из современных, может быть, 60-х годов, примерно, это Дарл на меня тоже произвел сильное впечатление. Ну и так я люблю, в общем-то, читать все, что мне попадается, скажем так. И пожелания юным писателям. А юным писателям пожелания очень простого. Например, я не пишу для кого-то и для что-то. Я не считаю себя, в общем-то, писателем, даже если мне приятно, если об этом пишут и говорят обо мне, и статьи, и отзывы, которые написал академик Академии российской словесности Георгий Пряхин, известный писатель и поздравляющий издательство художественной литературы в Москве, известное. Вот. Надо писать, надо работать, но надо писать для себя. Мне кажется, что когда вы пишете для себя, то если вы пишете честно и откровенно, то это нравится всем. Но потом уже, как чисто технический вопрос, это по самой конструкции. Например, я себя всегда стараюсь ставить на место читателя. Когда я захожу в книжный магазин, первое, что мы сделаем, мы смотрим на обложку, мы смотрим на предисловие, мы смотрим, может быть, с обратной стороны, что там написано. И стараться так, чтобы это как-то захватило. То есть интрига в произведении, она должна быть на первой страничке, на мой взгляд, и на последней. Должна идти эта нить. Но эта нить во время произведения, во время конструкции, она должна немножко теряться. То есть каждый раз нужно интриговать читателя для того, чтобы им было интересно читать. Например, свою повесть «Спящий агент» я так и построил. То есть каждая глава у меня, она, может быть, не связана с первой главой, она только переходит на третью. И так далее. И поэтому эта книга имела успех. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы там будете что-то купить? Конечно.